Протеерей Николай Чернокрак Профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже До 2012 года декан, доктор богословия Отец Николай, расскажите, пожалуйста, об отношении к Священному Писанию В разных христианских конфессиях, в сравнении с православием И какие подходы в экзегезе существуют на сегодняшний день? В чем их отличие? Очень большой вопрос Я бы не сказал, что сегодня существует определенная методология в западном мире Вот, значит, почти начало 19-го и почти весь 20-й век Царствовал такой подход исторический, который применяли к изучению Священного Писания То есть исторический подход, это такой был важный То есть узнать, как сформировались книги в плане историческом То есть как они были написаны, как родились где-то И экзегеза, это было просто узнать не только текст как таковой, но как текст сформировался Значит, такое целое усилие западной экзегезы почти на весь 20-й век Это была какая-то какого рода археология текста Это было, значит Потом уже почти больше 30 или 40 лет Значит, все-таки на Западе акцент, ударение Не больше столько на, скажем, на сам текст, на появление текста, на форме текста Вот уже, скажем, новая экзегеза хотела приближить понятие текста читателю То есть ударение не столько на текст, сколько как тот, который читает, как он должен понимать текст И тут родилась, скажем, такая целая методология узнать архитектуру текста Как текст, значит, дышит, какая его внутренняя структура И вот какой смысл текста, то есть то, что текст дает, скажем, читателю Вот это, я бы сказал, вот, что касается нашего православного, скажем, такого взгляда Я думаю, нету такого тоже определенного Я бы не сказал, что существует какая-то специальная православная экзегеза Так что это, чтобы узнать, скажем, историю текста, скажем, сознать текст и его только вот То есть его понимать, нужно его изучить исторически Но те мнения, значит, эта история, она ведет к богословию Общий вопрос, как примирить историю и богословие В настоящее время в России распространяется практика создавать такие библейские кружки Когда группа верующих людей, мирян, собирается и обсуждает тот или иной отрывок из Священного Писания Дает ему толкование А как вы относитесь к этому явлению? Слушайте, вот я когда стал настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Париже Значит, люди не имели привычку оставаться после божественной литургии Скажем, ну, там, выпить кофе, чай и поговорить И, значит, я взял две вещи Значит, что после литургии можно там остановиться Что-то, скажем, выпить кофе или чай и кусок хлеба И после этого я обыкновенно тот отрывок, который мы читали на божественной литургии Мы его снова читали И вот, и тогда я делал такое общее видение В этот текст конкретный И вот, и тогда люди включались, спрашивали, как понимать, как то И я тогда почувствовал, что если Слово Божье, как правда, огонь То можно, правда, как то каждый из, что-то принести свое личное понимание текста И то есть, что это Слово Божье лично ему говорит Немножко по образу евангельской притчи Скажем, что вот сетель сеет Одно зерно падает тут возле другой какой-то земли, которая не подготовлена Я думаю, люди тоже по этому образу земля Есть люди, которые понимают, может быть, люди, которые не понимают Но я думаю, что по существу это неплохо Но я думаю, какие-то водители, руководители или какие-то люди опытные Должны все-таки участвовать в этом Иначе это может быть немножко как-то лишнее чтение И не знаю, мне трудно говорить Но если люди опытные, которые уже читали и знают Лучше, чтобы немножко помогли понимать этот текст Вы в течение достаточно большого количества времени были деканом Святосергиевского института Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями по поводу идеальной, на ваш взгляд, модели богословского образования Как лучше организовать? Это совсем другой вопрос Скажем, мы очень много работали, скажем, как формировать нашу богословскую программу Можно это сравнить даже с обедом Для того, чтобы готовить обед, нужно знать точно, какой обед и что мы покупаем, чтобы приготовить обед Поэтому для студентов очень важно, скажем, подготовить такую богословскую программу И после этого, конечно, нужно ввести такого рода педагогическую сторону Чтобы студенты, чтобы профессора сперва не были только как-то преподавали экс-катедра Но чтобы тоже заставить самих студентов работать Профессора должны им развить какую-то методологию, как работать И, значит, и чтобы самих студентов заставить работать Скажем, мы с тех пор, как пошли в Болонскую систему Конечно, программа сократилась Не то, скажем, раньше было у нас 5 лет, потом 4 года, теперь 3 года Очень мало времени, чтобы в течение 3-х лет, скажем И тут нужно было как-то экономия времени Чтобы развить эту общую богословскую программу И тут нам показалось, что студенты должны не только быть слушателями Но нужно их заставить работать И у нас, скажем, каждый профессор не даёт только отметку конечную, конце года Когда его или семестра его экзаменуют Но как студенты участвуют и как пишут в своей работе в течение всего года То есть такое постоянное, значит, настаивание Чтобы студенты могли участвовать в работе профессора По-моему, это самый лучший подход, чтобы, скажем, студентов академически формировать Ваши пожелания учащимся в богословских учебных заведениях, духовных школ России? Что сказать? Ну вот, чтобы, может быть, лучше всего, чтобы относились к, скажем, богословской науке Очень серьёзно и очень ответственно Потому что те, которые мы сегодня формируем, будут те, которые будут продолжать наше дело То, что мы сеем сейчас, значит, будем через 10-15 лет Это будут люди, которые будут вести церковное дело, церковь божью и так Так что я думаю, это нужно иметь всегда в виду Что богословие — это есть пища церковная Вот И формировать серьёзно и, скажем, и исторически, и богословски, и духовно И очень духовно Это, скажем, в России, слава Богу, держится, что школа всегда спровожается тоже Литургической жизни, духовной жизни — это очень важно — сохранить эту сторону И богословскую, и духовную, и литургическую, и то, что всё дело Вот я надеюсь, я верю, что православная Русь это помнит И что это будет продолжать этот союз с Богом